Всем привет, меня зовут Андрей и это не совсем прохождение, это скорее эксперимент. Ослабо ли казахам в колонии, причем не просто колонии, а попасть в Америку и создать первую автономную колониальную державу быстрее, чем это сделают португальцы и испанцы и другие страны. Причем на старте нам не видно даже этой самой Португалии, вот здесь где-то Генуя, а саму Португалию и Испанию мы не видим. У нас голые степи вокруг и нет ни одной морской провинции. Что ж парни, возможно в Казахстане не только голые степи. Скажите мне об этом, пожалуйста. Я никогда не был в Казахстане, хотя это и является родиной моей матери. Итак, с чего мы начнем? Нагайцы объявили нас своими соперниками. Ну что ж, тем даже лучше. В любом случае нам придется с ними воевать. И для этого мы заключим союз с узбеками, обещаем им земли и начнем войну против нагайцев и их союзника, крымского ханства. И хотя мы сразу встали на столицу нагаев, нельзя допустить, чтобы они собрали все свои силы в единый кулак. А вот и подошла крымская конница. Очень важно выиграть первую битву и отбросить их как можно дальше, назад, в Крым. Тем временем армия нагайцев взяла в осаду столицу нашего союзника. Нужно помочь узбекам, нельзя допустить, чтобы они вышли из войны слишком рано. Увидев наших батыров, сердце нагайского хана дрогнуло и он решил спасаться бегством. Как он смеет после этого называть себя воином? Наш великий хан Кирей решил не преследовать своего трусливого оппонента, ведь гораздо важнее сейчас взять столицу нагаев, ведь крымская конница могла бы вернуться в любой момент. Однако на этот раз мы не успели вовремя и не смогли помочь нашему союзнику. Еще немного, еще чуть-чуть и столица нагаев будет у наших ног. Мы многого добились, мы многое смогли, не стоит продолжать войну до бесконечности, мы и так сможем забрать то, что хотим, не забудем отблагодарить и нашего союзника. Теперь на нашем пути лежит Астраханское ханство и мы объявим им войну, но на этот раз узбеки будут нашими врагами, а крымское ханство будет нашим другом и союзником. Как же все переменчиво в этом мире. И в первую очередь наш великий хан Кирей решил двинуть свои полки на Тюмень, столицу сибирского ханства, союзника астраханцев. Тактика была до безумия проста, разбить мелкие отряды до подхода основных сил наших врагов и осадить Тюмень. И это сработало, мы не только смогли взять под свой контроль большую часть сибирского ханства, но и войти в город Тюмень, практически без потерь. Надо уже сибирское ханство выводить из войны, пусть заплатят нам деньги и катятся с миром. Мы не держим обид. Узбекское ханство, как они могли поддержать наших врагов и встать на нашем пути? Впрочем, у каждой державы свои интересы, забудем старые обиды и двинемся дальше. Однако с Астраханским и Казанским ханством не все так просто. У них сильные армии и мощные крепости. Признаться, я надеялся, что Московия объявит войну Казани, но этого не случилось. Новгород объявил войну за независимость, и Московия завязла в ней. Пока мы воевали на востоке и осаждали Астрахань, Казань успела взять Саратов. Нужно помочь нашему союзнику. И вот уже Астрахань пал, и Саратов мы освободили. И вот уже численный перевес на нашей стороне. Однако от этого толку мало. Пока мы и наши союзники действуем дезорганизованно. Нужно большую орду отправить на Казань, а крымское ханство в Тамбов. Мы же тем временем будем преследовать войско Казанского хана. Однако догнать его основное войско нам так и не удалось. И было решено снять осаду с Крыма. После поражения под Крымом, Астраханский хан бежал, но был настигнут и разбит нашим войском. И вот уже Казань пала, часть ее земель. Великий хан решил отдать Большой Орде за верную службу и помощь в войне. Что до Астраханского ханства, то его больше не существует. Его земли решено было поделить между союзниками. Великой нашу державу сделает не только война, но и дипломатия. Нужно заключить союз с Генуей. И скоро вы поймете зачем. А Большая Орда может втянуть нас в войну с Московией. С ней нужно союза разорвать. И вот уже Черкесия на нашем пути. Немногое нас отделяет от заветной желаемой цели. Черкесов только поддержит Феодора. На этот раз война не была сложной, но мы получили долгожданный выход к морю. А это дорогого стоит. Грузия и Эмирития воевали друг с другом и немного ослабли в войне. Мы рискуем поссориться с османами, но нам нужны эмиритские земли, и мы нападем на них. Но надо же было османам так не вовремя влезть в эту войну. Ох уж мне этот осман, и вместо трех желаемых прибрежных провинций, нам придется довольствоваться всего лишь двумя. Однако это не повод печалиться, и желаемого результата мы все равно сможем добиться. Закажем наши первые корабли 1 августа 1481 года. Уже на следующий год наш первый корабль отправился в путешествие по Средиземному морю, с целью открыть новые берега и исследовать новые земли. Давайте попросим у нашего союзника Генуи карты Средиземного моря, Североатлантического побережья и Иберии. Направим наших шпионов в Португалию и Кастилию. Мы очень хорошо начали, и результатами я доволен. Единственную ошибку, которую я допустил, так это то, что мы не забрали Башкирию, когда была возможность. Вот она здесь Башкирия, мы воевали с Казанью, но я почему-то счел ненужным эту провинцию и очень даже ошибся. Дело в том, что по технологиям мы не особо отстаем, учитывая то, что у нас здесь еще много очков, но нет денег, чтобы принять эти технологии. Здесь примерно 250 монет будет, и здесь 250 монет, 500 монет. Так что эта провинция в Башкирии нам бы очень сильно помогла бы. В общем, парни, если понравилось видео, то обязательно ставьте лайки. Если видео зайдет, то будет продолжение. Всем спасибо, всем пока. Пока.